Ага, вот, продолжай эфир. Эти уже смайлики, блин, ржачные отправляют. Еще ничего не сказала, уже смеются. Так, вот эту вот функцию отключить. Запросы. Вот, по поводу Алтая, дальше, зона комфорта. Вот, типа, Марина, вот я понимаю, у вас там все банально. Блин, ну я вам скажу, что ни хера это не банально. Тоже люди старались, представьте, сколько в Бога, ну я верующий человек. В Бога, да, можно сказать, что в Бога верю. Нет, не болела голова на высоте у детей, нет. Вы знаете, дети, они очень интересные создания. Они полностью синхронизируют маму, зеркалят. То есть, как видели, да, мой пост, почитайте. Кто не читал, почитайте. Там, да, только чай. Уже коньяка выпила, у меня чай, у меня завтра еще длинный день, поэтому не могу больше выпивать. Вот, ну если я контролирую всегда выпивки. Если я могу, да, я спик, speak, yes, speak English. Ну только если я сейчас буду спикать, то мне с русскими уже некогда поговорить будет. Ужасно, ужасно. А, че ужасно, блин? В Москве погода ужасная. Вот тут я с вами полностью согласна. Тут погода, знаете, как говорят, люблю московское лето. Можно пальто на распах носить. Вот, и по поводу, че там, про Алтай говорила? А, предыдущий пост, через пост там есть, где я пишу про то, как мы добирались до палаточного лагеря, лес и море. И я вам скажу, ну такую историю. Мы, во-первых, садились долго, полтора часа нам не давали посадку. Спасибо. Спасибо, девчонки. Нам не давали посадку, потому что был туман. Мы вместо четыре с половиной летели, там, сколько, шесть, почти семь часов мы летели. Сели, нас вот так кружило, вот так. Как я говорю, вы знаете, вообще неприятно то, что когда вот такая вот не очень приятная посадка, не дают выпить, знают, что будем кружить, да? Господа пассажиры, вот так хорошо было бы, да? Вот вы нас, конечно, извините, авиакомпания приносит глубочайшие извинения, но есть вероятность, большая вероятность, что мы сядем, ля, часика через полтора-два. Может, кому что выпить предложить? Да ёпты, там вот так бы все сидели, давайте прибухнём. Хотя бы карусели не будет. Нужно ему так карусель полтора часа над Горном Алтайском сели. Потом у нас серпантин был, по серпантинке ехали, да, погода, блин, вообще прикол, согласна. По серпантинке ехали четыре часа, потом мы ждали вертолёт, дождались, сел, он не мог взлететь, потому что был сильный ветер. Ветер немножечко через час утих, то есть вы уже дорогу посчитали, четыре часа с половиной по серпантинке, шесть с половиной летели на самолёте, час ждали, когда ветер утихнет. Взлетели на вертолёте, ну, я по дороге затарилась пивом, которое выпила, потом купила медовуху на перевале и правильно сделала, потому что мы-то вылетели в час ночи, то есть это ещё надо понять, чтобы мы не спавши сутки, в час ночи вылетели, вот это всё, вот это вот вся история, дорога начинается, вот это, блядь, волшебное. Спасибо. И, короче, полетели мы на вертолёте, наконец-таки мы дождались. Это спирту из девчонки, инъекции делают коньячные, в этот, урально принимаю. Вот, летим. А пилот начинает идти на посадку, на какую-то поляну, вообще в горах. Справа гора, слева гора, здесь такая холмик, возвышенность, усыпа на чабрецу, садится и говорит, а вы что, не чувствуете, нас болтало? Ну, я думала, вертолёты всегда вот так вот летают. Я как бы первый раз, я просто не знала, как они в вертолёт летают. А мы так, чтобы вы понимали, вот наша кабина, а она вот так вот летает, вот так. Вот так мы летели прямо, вот так. Я думала, это нормально, просто вертолёт маленький на четыре человека. Ну, вот, кот, мы нас, блядь, колбасила тоже, тем более после самолёта, который полтора часа съездил его, как она вот эту шатала, колбасила, по серпантину, что-то мне даже, я не заметила эту качку. Говорю, ну что, не заметили, как она скачала? Я говорю, да вроде как, а нет. И вот здесь момент. Мама спокойная, маме похер. И дети такие же сидят спокойные, им вообще по барабану. Вот была бы паника, вот хоть немножко ситуация какая-то нестандартная. Там, блядь, что случилось? Эти бы засуетились, запаниковали бы за мной, конечно. Поэтому мама, не то, что дратьте, не то, что должна, а обязана себя контролировать, особенно при детях. В любой ситуации, что бы ни произошло, мама должна держаться под контролем. Ну, нормальная мама. То есть, сколько нас болтанок в самолёте было, ну, ты хорошо колбасила. У меня ноль реакции. Я сижу спокойно, и дети, они, так, знаете, как жирафики маленькие поднимают шею. Что там, мать, мать спокойная, мать спокойная. Всё, спокойно, всё. Всё, мать спокойная, значит, можно отдыхать. Это, это правильно. Ну, так природа нас устроила. Детки всегда равняются на маму, поэтому мама должна быть всегда на лаке. Был бы коньяк в руке, я бы сказала, ну, выпьем за это. Покачай. Вы знаете, я себя не просто контролирую. Для меня это действительно нормально. Ну, как говорится, что будет, то и будет. Ну, чего же там, ля, переживать? Ну, круголя дал этот вертолёт. Ну, самолёт, блин, ну, бывает что. Против стихии не попрёшь. Кстати, когда попадаешь в такие дикие места, как, ну, Алтай, где я была, как некоторые сказали, какая там зона комфорта. Хотя мне и в палатках нормальные, и на лошадях мы там катались, и просто дикарём в палатках норма. То есть, разная была. Я вспомнила сразу ситуацию, кто со мной давно, и помнит мой тур в том году в Турцию, когда я по трассе перед туннелем на большой скорости у меня разорвало колесо. Сколько мужиков, блядь, психанула, когда написала, ну, собственно, ну, ещё там ролики сняла, как я ехала на этим, на этом, на эвакуаторе. То, что, ну, а что делать? Ну, разорвало колесо, едем менять. А ты что? Алут Шарман, что написали? Ну, Алут Шарман, наверное, привет, да, типа того, надеюсь. То есть, помните, да, и сколько мужиков написали, типа, а что, слабо было самой поменять? То же самое и про палатки. Ну, если мне хватило там, я не знаю, ума, интеллекта, я не знаю, фортуны, блядь, удачи, что это мне хватило? Палатки нормальные найти, организовать для детей, для себя на Алтае, прям у подножья Белухи, то, собственно, в чём моя-то проблема-то, собственно говоря? Если я смогла в Турции найти мужиков, которые эвакуируют мою машину, поменяют колесо, которое разорвало на скорости, и все остались целы, живы и в сохранности, и при этом ещё и диск и машина остались целыми, и мужики писали то, что я как какое-то там говно, которое могла бы сама поменять. Тоже, ну, а что я виновата, что там фортануло мне, не знаю, или правильно всё сделало? Ну, тоже надо как-то мозг просто иметь, и мы же чем отличаемся от животных, правильно? Если так задуматься. тем, что мы умеем думать, ну, я этим пользуюсь обычно, думать, ну, думаю, как в этой ситуации, как правильно сделать, как правильно поступить. Ну, вот как-то так. Катя там кого-то поздравляет. Сколько можно пить без вреда для здоровья? А это у всех по-разному. Если у меня хороший метаболизм и обменные процессы, хуя, ну, есть немножко, да, иногда сама себя хуя, если честно. Я просто верю в фортуну, верю в удачу, вот, связь с космосом, типа, позитивные мысли притягивать и всё такое. Я этому учу себя в марафонах. Ой, слава богу, многие девочки этому учатся. Это так круто. Эфир, это уже второй эфир, сейчас он уже скоро закончится, потому что батарейка на нуле. Вот, и, ну, нетыпилый, ну, блядь, странненький, если честно. Ром, спасибо. Дорогая поездка, вот уже зависает эфир, надо чего не включить. Дорогая поездка, на самом деле. У меня 150 тысяч на человека проживание, у детей 50% скидка, плюс вертолёт 160 и плюс самолёт 230 тысяч. То есть это, ну, сами посчитайте. У нас, на самом деле, тут весь сказочный пьедец, это в цене самолёта. У нас любят для граждан Российской Федерации, что подороже. Сейчас, сейчас поставлю на зарядку, чтобы можно спокойно с вами договорили. Да, о, всё, шла зарядочка. Кстати, о космосе, почему меня животные любят. А люди боятся. Типа, взгляд жуткий. Не люди боятся, вы боитесь людей. Вы не забывайте, что мы отражаем себя. Причём тут люди вас боятся. А почему меня не боятся? Хотя внешность-то у меня далеко не милой девочки, да? Одуванчика. А люди мне не боятся. Ни люди, ни животные. Если надо, чтобы они боялись, они боятся. Если не надо, они не боятся. Но на самом деле, это же ваше отражение. Вы так относитесь к людям. И они поэтому видят вас, видимо, какой-то негатив там, я не знаю. Самолёт, да, на самом деле, перелёт на самолёте самодорогой был. СР, ну, на такую, бля, деньги, денежки берёт. Спасибо. Энгис, привет, да, Саратов. Да, всем пожелала души, на самом деле. Там такие места, я не могла с ними не поделиться. Они просто бомбические. Я в него влюбилась, и я надеюсь, что я его ещё больше увижу и исследую с другой стороны, со стороны Монголии, как называют эту Землю, Марсом. Посмотрю ещё что-то новое. Дети очень хорошо. Я же говорю, дети, они зависимы от родителей, от мамы, в первую очередь. Это большая связь с мамой. Если мама, всё хорошо, на позитиве, всё легко. Дети, они прилетели, вот они сейчас в режиме Алтая. Я говорю, ребят, вы можете смело по алтайскому режиму жить, потому что мы послезавтра улетаем на Бали, и там то же самое время Алтая, только ещё плюс час. То есть на Алтае плюс четыре, на Бали плюс пять. Притосите, да? Нет, Верочке не тяжело было, она кайфовала. Вот такие маленькие дети, как Вера, им легче всего. И дорога переносит, они где, легли там, и спят, их же на ручках подержат, кроватка всегда под руками, это мамины руки, да? Им всегда хорошо. Да, Алтай согласна, не дешёвая, но оно, блин, того стоит, честно. Если бы мне сказали выбрать между Алтаем и Мальдивами, я даже не стала бы задумываться, ну, что Алтай – это всё-таки мощное место, в общем, такое, блядь. Нет, я не делала губы вообще никак, это просто они накрашены водостойкой помадой. У меня фотосессия была, губы и глаза накрашены. Где мамы грамотные с вами, Осетия? Где? Не пойму, а как Осетия, где мамы грамотные? Как выбирала я именно детям? Юрик в честь друга моего мужа, Иришка в честь моей сестры-близняшки, а Вера, она сама приснилась, так и сказала, что я буду твоя дочка Вера, и вот, собственно, вот как-то я родила дочку, назвала, конечно, ее Верой. Вырубился в огне, не то слово. Представляете, они сутки были в движухе, как и я. Вот, мама хотя бы на стакане, как-то в каком-то допинге, а эти нет. До водопада сходили, прогулялись, вернулись с водопада, и дети просто в обмороке были. Херак, в палатку, всё, мам, я спать, в обморок. А Юра вообще даже не стал никуда идти, там камин и уснул. Аденовские помады, девчонки, аденовские, офигенные помады, я только ими пользуюсь. Сколько раз их рекламировала, и не просто так, с большим удовольствием рекламирую, потому что я многим подружкам, кто на сцене упоёт, тоже их подарила, потому что и красные помады идеально сидят, и ты работаешь, ну, то есть с утра до ночи, не скручивается, там, не вытекает, ты за край, ничего, офигенно. Верю, конечно, в гороскоп, но я не могу сказать, что я верю в гороскоп, как в ману небесную. Просто есть какие-то общие черты, общие черты характера, именно под этот знак, под этот знак зодиака, ну, как по-другому. Обращаю внимание, конечно, я прилетела на Алтай, сейчас больше скажу, я не могла почти неделю понять, с кем я живу, то есть там была я с детьми, и ещё одна женщина с дочкой, Марина, тоже Марина, подальше села, чтобы на ковёр, а то попе прохладно. Аден, у меня где-то были рекламы, посмотрите, откуда в европейском взяла эту футболку, заношенную, у меня причём дочка, когда я достала на Алтай, она такая, мам, что за футболка? Я говорю, Зая, я что-то там взяла где-то, не помню где, в каком-то магазине. Грибы, разумеется, поели супы, варили и мариновали грибы. Так что-то я там про рассказывала-то про Алтай, про то, как приехали, что-то вы меня сбили. Ладно, сейчас вспомню. Про зодиаки, что-то там про общего... А, го, про Маришку. И, короче, не могла понять, разгадаешь. Вот я чувствую, есть энергетика льва, но не пойму, откуда она фонит, эта энергетика. А это, оказывается, её дочка лев, а она со мной родилась в один день. Представляете? Вот так получилось, что мы отдыхали на Алтай, я с тремя детьми, и Маришка, как и я, Маришка, которая родилась тоже 23 октября. Представляете? Вот как так, а? Вот всё не просто так. Вот всё, блядь, не просто так, а? Нет, Марсель, я не знаю, что Марсель, Марсель, не знаю, что такое. Жела ли я женщиной? Нет, солнышке, я только с мужчиной живу, Валерочка. Я и с ним-то мало живу, как вы видите в моих лайфтам, сториз, в эфирах. Я с Валерочкой-то мало живу. Вообще, если так откровенно сказать, я живу с детьми. Дети работают, собственно, близняшка, сестрички. Вот. Так как-то получилось. И Валера, она это немножко иногда обижается, даже пиздеть не буду, иногда обижается, Валера, внимания ему не хватает и все такое. Но мне откровенно похер. Даже врать не буду. Ну вот как получается внимание уделить, так получается. Собственно, как-то так. Как-то так оно, как-то так. Котик на даче живет с мужем. Котик встретит нас, когда мы вернемся с Бали. Я его даже не могу в Москву привезти, потому что мы все время улетаем. Нет, рунами не пользуюсь. В шоке от комментов. А я половину их не вижу, потому что я села ниже, и они теперь у меня этот, нечитабельные. На черной майке было хорошо видно. Про что прямой эфир? Ну как, у нас сегодня ночь на популярной программы, обсуждаем политические темы. Где вино? Да не вино сегодня я коньяк пила, я уже не могу выпить, я просто уже на чай перешла. Спасибо. Конечно, сам, он не только сам на даче готовит, девочки, я вам больше скажу, он офигенный повар, он офигенно готовит, и в основном у нас в семье готовит муж. Несмотря на то, что я умею готовить, умею хорошо готовить, все равно готовит муж. Потому что он повар от Бога. У Настеньки делала татуаж губ, она у меня есть где-то в постах внизу, офигенный, мастер просто бомба, лучший. Ревность в семье? Ну, со стороны мужа бывает ревность, с моей стороны нет. Я не ревнивый человек вообще. Бывает даже ревность, я вам больше скажу, есть такие люди, которые ревнуют не только там в отношениях, там муж, жена, есть те, которые ревнуют к подругам, но это обычно они к мужу, тоже ревнуют, к детям, то есть, если вдруг вашему ребенку или ребенок, не дай бог, какой-то другой маме потянулся, стал больше внимания уделять, тоже начинает ревновать. Я этого вообще априори не понимаю. То есть, это, представьте, какой тотальный контроль над близкими людьми должен быть. И какой кончен эгоизм? Мое, моя прелесть, вот, ни с кем, блядь, не подяну, мою прелесть. Вот, и вот это, как кучка, чтобы все вокруг сидели рядом, муж, любовник, друг любовника, еще один любовник, вот, ну, обычно так это бывает, 99,9%, ну, просто не первый год замужем, наблюдая за людьми давно, близкими, неблизкими, родными, неродными, вот, обычно так и происходит, ревнует к мужу, или муж, ревнует, там, друзей, к подружкам, там, при этом, несмотря на то, что у него есть любовница, он будет и любовницу ревновать, и вторую любовницу будет ревновать, и будет ревновать детей, там, к другим семьям, которым дети будут больше вниманием уделять, ну, то есть пиздец какой-то, вот это я вообще не понимаю, у людей, блядь, с ревностью кукушку снесло, и мне кажется, это какой-то идет, такой, знаете, естественный отбор, потому что, ну, настолько упасть, что жить только в ревности, но это для меня падение, упасть, жить только в ревности, и других чувств не видеть, ну, это, блядь, надо быть просто крайне ограниченным человеком, но это им хол, как хотите, как я отношусь к скорпионам, да, наполовину, потому что у меня же половина весы, половина скорпион, поэтому я наполовину к ним отношусь, как бороться с психосоматикой, я смотрю, что у вас там, я же не знаю, что у вас там, какие психосоматические заболевания, это уже прям отдельный, надо эфир делать, и не на пьяную лавочку, знаете, все-таки психология делает такое, там по пьянке лучше не работать, вообще не работать, только на трезвую, только со светлой головой, в декрете многие женщины ревнуют, и я сейчас не о беременных говорю, и не о молодых мамочках, которые только-только родили, там и гормончик все-таки подшкаливает, и надо понимать ситуацию, когда хочется внимания, ты не можешь уделить, ты уставшая, но там есть некие моменты, и они сейчас не говорю о таких женщинах совершенно, как день рождения будет начать, там будем бухать, ну ничего нового, прибухивать блядняшка будем, если я буду где-то рядом здесь, в России рядом с сестрой, то пойдем на дискотеку, вспомним молодыху, потрясем сиськами своими, я не знаю, жопами целлюлитными, хер, я не знаю, побухаем от души, уже на этот день, опомнилимся, наверное, не знаю, ну как-то так, наверное, по старинке, все как всегда, 22 минуты, да, я, к сожалению, буду уходить от вас, пойду спать, у меня уже, да, раз, два, три, четыре утра практически, по алтайскому времени, еще там живу, просто по этому времени не могу переключиться, вот, тем, кто проснулся, доброе утро, кто идет отдыхать, вам спокойной ночи, я вас люблю, целую, вот, и до встречи, завтра обязательно сделаю эфир, не знаю, во сколько, наверное, вечерочком, хотя бы тут с друзьями гулять, отдыхать, но надеюсь, что на это время, и сделаю вам эфирчик, пока, пока. 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 Пока.